Тема сегодняшнего выпуска программы по существу звучит страшно эпидемия пневмонии 2019 но не будем никого кошмарить и будем говорить о сложившейся ситуации с главным пульмонологом республики петром павловым петр иванович здравствуйте на самом деле опасения по поводу ситуации с пневмонии возникли у моих коллег чьи дети ходят детский сад или в школу то есть у некоторых группы или класса закрыты на карантин что это означает это что в республике эпидемия вспышка или что или это превентивные какие-то меры чтобы не допустить уровень пневмонии за последние две недели действительно несколько возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но говорить об эпидемии слава богу у нас пока таких данных нет потому что даже вот в течение года если сравнить количество пневмонии по сравнению с прошлым годом у нас ниже примерно полторы тысячи случаев и вот такой небольшой сезонный подъем за последние две недели это вот такие допустимые естественные колебания которые регистрируются раз вот в несколько лет и эпидемии конечно нет но если раньше я помню что мы считали вообще что пневмония это осложнение томой рви еще каких-то заболеваний да но не самостоятельно какое-то вирусное заболевание что-то изменилось или так было всегда просто они акцентировали внимание на этом понимание самостоятельное заболевание да она может осложнять течение вот этих респираторных острых инфекций вирусных или бактериальных но она всегда была наиболее тяжелой бактериальной инфекции именно для легких и сейчас то что мы регистрируем возможно повышение количества случаев понимания после ОРЗ который наблюдает родители это наверное можно говорить просто о более такой высокой выявляемости этих случаев более эффективных методов диагностики чего раньше может не было но говорить что сейчас ОРЗ чаще осложняется понимание чем ранее мы также слава богу говорить пока не можем а как отличить от других вот каких-то заболеваний я не специалист но вот в нашем любимом интернете да например написано что микоплазменную пневмонию практически невозможно отличить от ОРВИ в первую неделю заболевания поставить верный диагноз можно лишь после лабораторных исследований бактериальных посевов пациента или вот ситуация из Удмуртии да что заразились предположительно в детском саду диагноз поставили только спустя полтора месяца после того как начали кашлять ставили сначала бронхит потом пошли к другому врачу который назначил уже анализ и вот подтвердился такой диагноз то есть это получается при обращении не знаю с кашлями симптомами простуды с высокой температурой нужно как у врача наставить на анализах или как это происходит настаивать наверное не надо и не всегда это будет обосновано а лишние какие-то диагностические процедуры потом и возможные лечебные могут наоборот больше вреда причинить чем пользы правильно вот в интернете общее вот резюме из этих данных которые там вы приводили сейчас что для пневмонии четких патогноманичных симптомов которые дают ответ на вопрос где пневмонии есть где и нет для пневмонии таких нету симптомов и пневмонии ставится на основании совокупности клинических симптомов и данных лабораторного и инструментального исследования если вы говорите не стоит наставить на анализах получается что реально как вот этом случае можно полтора месяца бронхита лечиться и потом только там если ситуация не улучшается тебе поставят диагноз пневмонии если врач видит он обязательно все анализы назначит какие необходимо и это определяется больше тяжестью состояния самого пациента или ребенка вот что характерно да для пневмонии пневмонии чтобы вот было такое более четкое понятие это воспаление паренхимы самой ткани легкого этим отличается от других респираторных инфекций у которых то и все симптомы очень сходны поэтому она более тяжелое заболевание в отличие от других инфекций и проявляется кашлем как правило с отхождением мокроты мокрота может быть с листа гнойного гнойного характера то есть желтый зеленый иногда даже с примесью крови но не всегда характерно более такая высокой температурная реакция вот для этих случаев с длительно текущей ранее рзы как правило пациенты наблюдают что вот у него была температура такая он ее переносил легче теперь она стала спустя несколько дней более высокая хуже подается жаропонижающим средством и одновременно происходит ухудшение общего состояния пациента он становится более вялый особенно это четко видно по ребенку менее динамичный больше спит и чаще становится его частота дыхания и появление также симптомов уже с грудной клетки этого возникновение болей с одной стороны грудной клетки как правило связаны с дыханием усиливается значит при глубоком дыхании при кашле а также появление одышки то есть чувство затруднения дыхания которое раньше пациента не описывал а теперь у него появилась и вот этот совокупность этих симптомов то есть одышка боли в грудной клетке отхождение слизистой гнойной мокроты и длительная лихорадка это вот эти основные симптомы в совокупности позволяющие заподозрить пневмонию от гриппа значит можно привиться от пневмонии каким-то образом вот можно именно таким способом защититься защититься можно и сейчас эти возможности они есть и воспользоваться могут практически все есть там свои индивидуальные показания и противопоказания это такая же вакцина как и от гриппа и она направлена на формирование таких защитных антител против наиболее частого возбудителя пневмонии в настоящий момент самый частый возбудитель как в россии чувашии так и во всем мире это пневмокок это такая бактерия который вызывает как синуситы бронхиты рз фарингит но также нередко и пневмония чаще всего вот вызывает пневмонии среди других бактерий против нее есть хорошая вакцина которая переносится также как хорошо хорошо как и грипп делается по определенной схеме с 2007 года она кстати включена в национальный календарь прививок для детей всем детям первого года жизни ее уже делают а другим категориям граждан которые свою не успели получить прививку потому что родились раньше она делается уже по эпидемическим показаниям то есть у групп риска которые чаще подвержены пневмонии это и медицинские работники сейчас это все сто процентов контингенты домов престарелых потому что пневмонии в первую очередь для них опасно для пожилых групп пациентов которых масса других сопутствующих заболеваниях заболеваний делаться призывникам в обязательном порядке перед отправкой в армию потому что слуха у нас до все случаи последних лет вспышек тяжелых пневмоний нередко даже с летальными исходами среди молодых пациентов которые приехали в армию ну кроме вот таких обязательных групп которые обеспечиваются государством этой вакциной бесплатно вот эти перечисленные группы если просто до трудоспособный человек в возрасте 30 лет его он как может получить эту прививку если есть показания потому что не всем возможно она нужна эта прививка решает врач но кому мы можем перечислить и порекомендовать эту прививку те пациенты которые недавно перенесли пневмонию или часто болеют респираторными инфекциями или по роду своей работы они контактируют нередко с этими пациентами также пациенты даже вот достаточно молодого возраста но имеющих хроническое какое-то заболевание для которых пневмония будет протекать заведомо более тяжело чем лиц для здоровых исходная лиц вот этим пациентам можно сделать эту прививку для этого надо обратиться к своему терапевту по месту жительства или к педиатру с ребенком там врач смотрит определяет показания и даст рекомендации где и как можно ее провести то есть вакцина против пневмогока существует настоящий момент и в ближайший период у нас и в россии в том числе ожидается выход другой вакцины еще против одного бактериального возбудителя который нередко вызывает пневмонии это гемофильная палочка который также будет включен в календарь прививок для детей и будет показана вакцинация пожилым тяжело и часто болеющим пациентам в первую очередь пациентам страдающим хронической обструктивной болезнью легких сейчас уже не полно прививаться от пневмонии или никогда не поздно пневмонии не прививаться никогда не поздно сезонности нет потому что сама вакцинация а пневмонии как правило она делается однократно в жизни не как сезонность перед гриппом однократно в жизни и может быть ревакцинация через год или более то есть можно после одной прививки получить иммунитет на всю жизнь единственное тут оговорка что все-таки надо прививаться человеку во первых который переболел какой-то инфекции прошло не менее месяца после этой инфекции и во вторых чтобы после вакцинации он себя берег и не заболел какой-либо инфекцией потому что вот ближайший период организм все равно ослаблен и если он подцепит даже тот же самый грипп то риск осложнению достаточно высок поэтому от пневмонии стоит прививаться вот наиболее благоприятный период когда меньше всего инфекции летом да летом ну что ж спасибо большое напоминаю мы говорили о ситуации с пневмони до свидания а